Девушки отдыхают Леонид Тибилов, добрый вечер! Здравствуйте! Ну и звездный эксперт, человек, который как никто чувствует и знает, что такое бокс. Александр Биллингин, Александр, здравствуйте, спасибо, что вы пришли. Итак, господа, с праздником! Леонид Критонович, ну скажите, вот сегодня такая мощная диаспора, ведь не только из Владикавказа, но и южная серия. Цхинвал, Лебедев, Гассиев и понятно, что ваше сердце ближе к Гассиеву в данном случае. Совершенно правильно. Сегодня здесь, в этом великолепном зале присутствуют не только представители Северной Осетии, но большое количество любителей спорта из Южной Осетии. Несмотря на то, что дорога тяжелая, мы вчера приехали сюда посмотреть специально такой поединок между известными боксерами Лебедевым и Гассиевым. Гассиев за последнее время стал кумиром нашей молодежи и, конечно же, нам очень интересен поединок. Мы знаем, что Лебедев известный боксер, титулованный. Мы, конечно, всегда следим за его спортивной карьерой и смотрим, как он выступает. Но вместе с тем давайте признаем, что сегодня все-таки мы будем болеть и за Гассиева. И это ваше право. И Цхинвал, и Республика развиваетесь очень активно с точки зрения спорта. И вот подобные мощные кумиры и в боксе в том числе Южной Осетии очень нужны. И нам нужны. И они у нас есть. Александр, давайте к вам обратимся. Давайте все-таки Гассиев и Лебедев. Абсолютно разные бойцы. Один опытный, другой, можно сказать, еще молодой такой парень, горячий. Ваше преимущество? Ну вот ваше преимущество кому отдаете? Я, знаете, давайте честно Лебедеву. Да, честно говоря, Лебедеву по одной простой причине. Колоссальный опыт. Опыт боев на любом уровне. У Гассиева замечательные шансы. Он фантастический пантер. Я видел несколько жутких совершенно нокаутов в его исполнении. Он может в любую секунду, с любой руки отправить человека в нокаут. Но вот если он, как мне кажется, в первых раундах не достанет Лебедева, а человек с таким колоссальным опытом, вот боев на таком уровне, это очень трудно достать плотно, вот, то дальше вот опыт должен сказаться. Старин на опыт получается. Понимаете, в чем дело? Гассиев, он героический совершенно человек, да. Но чтобы вот победить Лебедева, ему надо перепрыгнуть не через несколько ступеней, а через целый лестничный балет. Господин президент, вопрос Леонид Харитоновичу. Должен держать удар не только политик, но и боксер. Вот что должен сделать сегодня Гассиев для того, чтобы Лебедева противостоять по-вашему? Я знаю, что вы боксом очень интересуетесь, если коротко. Конечно, бокс меня интересует. И знаю я и Лебедева, и Гассиева. Думаю, что Гассиев сегодня покажет максимум своего мастерства. В любом случае, поединок, которого мы ждем, он должен быть красивым. И должен сблизить наши народы. Я об этом говорю как политик и как руководитель страны, которая в союзнической интеграции с Россией. Это важный момент. Очень важные слова. Вместе с тем, конечно же, вот сейчас, в эти минуты, молодежь Южной Осетии, да и не только молодежь, она в режиме онлайн смотрит этот вечер, этот праздник спортивный. И, конечно, молодежь наша болеет за Гассиева и надеется. И надеется. Мы знаем, что у него мощный удар. Знаю, что Лебедев, он, конечно же, тоже мощный спортсмен. Но я пожелаю, да, успехов нашим спортсменам и основное правило, по-моему, спорта, чтобы победил сильнейший. Это правильно. Мы присоединяемся. Саша, Саша, Саша. По поводу Трояновского, следующий поединок с очень тоже непростым парнем. Вот Трояновский, ну, такой боксер мечта, как мне кажется. Ну, он боксер больших скрытых достоинств. Там все знают, что у него хороший удар, но у него общее боксерское образование очень хорошее. Вот, он все умеет. Он сам интеллектуал такой, таких мало. Да, он боксер больших скрытых достоинств. И сегодня, я думаю, он их все покажет. Но про соперника Интонга мы мало чего знаем. Он у себя на родине проводил бои, поражений у него нет. Да, он на мебищине, да. Коварный, коварный мужчина. Ну, настолько коварный, что он никогда не выезжал из родной Намибии. Вот, вот, вот. Вот, это, конечно, большое коварство. Ну, знаете, это подарок из Африки. Нет, это такой термин почти. Да, то есть, боксер, африканский боксер, про которого никто толком ничего не знает, он может оказаться как на порядок сильнее, так и на порядок слабее, чем ожидают. Так что мы не знаем. Думаю, я только уверен, что Трояновский победит. Посмотрим. Спасибо огромное Александру Беренькову. И, конечно, огромный привет Республике Южной Осетии. Сегодня президент с нами. Спасибо, Олег Харитонский. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. И молодежь Южной Осетии вместе со всей Россией. Не только молодежь, наверное, боксу. Все возрасты покорны. Смотрим, а потом снова включаются перед поединком Лебедева-Гассио. Господа, спасибо. Спасибо. Очень коротко. Очень коротко. И молодежи успехов, и чтобы она была всегда так единая, как сегодня. За молодежь. Спасибо. Ну что ж, друзья, апофеоз сегодняшнего боксерского шоу. Первый бой за звание чемпиона мира, за два титула, которыми владеет Эдуард Трояновский. Он чемпион мира по версии IBF и IBON. И в риг вызывается его соперник из Намибии, Джулиус Индонго. 20 побед на счету Джулиуса Индонго. 10 побед досрочно. Ни одного поражения, ни одного ничейного результата. Но родную страну, Намибию, он пока еще до этого момента ни разу не покидал. И это первый бой за пределами родины для Индонго. И сразу бросок в холодную Москву, где ждет его горячий прием. И в первые дни, когда Джулиус приехал, выглядел он так немножко вяло. Но уже на взвешивании все было в порядке. И был полон сил. И намерение увести пояса домой. И. 33 года этому Намибийскому боксеру. Действительно, 20 победных боев за плечами. Все как один у себя на родине. Ну, таких боксеров называют обычно домашними чемпионами. Но. Дело в том, что Эдуард Тройновский. Вот пору своего расцвета. А вершинам профессионального бокса он пришел, в общем-то, довольно поздно. По возрасту. И вот тоже можно в какой-то мере назвать домашним чемпионом. Не правда ли? Отчасти. Ну, свои самые главные победы он держал здесь, в России. Но соперники были сильные. Соперники были серьезные. И это к тому, что иногда выражение домашних боксеров можно употреблять с разными оттенками, в общем-то. Безусловно. И здесь к Эдуарду Тройновскому, наверное, сложно в негативном смысле это выражение. Применить 25 побед. Ни одного поражения. Ничейных результатов тоже нет. 22 нокаута. Причем все свои титульные поединки Эдуард Тройновский выиграл досрочно. Сначала завоевание пояса в Казани чуть больше года назад против Сесара Рене Куэнки. Досрочная победа. Затем защита пояса опять же против Куэнки. Досрочная победа. В сентябре этого года Эдуард Тройновский встретился с японским претендентом Кейта Апара. И бой закончился быстро, когда Эдуард Тройновский сначала буквально выбросил за канаты своего соперника. Тот вернулся, но ненадолго. Тройновский очень быстро... Но перед этим Эдуард сам побывал в того же непростом положении. Да, пропустил неприятный удар. Да, и сам Эдуард сказал после уже боя, что да, удар действительно был тяжелым. Но теперь передаем слово Александру Загорскому. Поединок санкционирован. Санкционирован,autre Haddad Тройновская бомбардовская бомбардовская бор promotes прав jacket. Президент Гtitлим Дарьл ПипSON, Президент Анд Левин и Руссийнен professional confess différents. Президент Виктор Агинг. Канкиш Uhгийв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok